Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки смотрят на нас сверху вниз, свиньи смотрят на нас как на равных. Шутил Уинстон Черчилль. Здравствуйте, сегодня расскажу о книгах, написанных от имени животных и постараюсь обойтись без мимимишности. Черный красавчик. Роман британской писательницы Анны Сьюэл. Одно из самых популярных произведений мировой детской литературы. Пропитанная духом викторианской эпохи история вороного жеребца с белой звездочкой на лбу. Свою единственную книгу Сьюэл писала, будучи серьезно больной, в течение шести лет с намерением привить людям, работавшим с лошадьми, цитата, доброту, сочувствие и заботу во время лечения. Ей это удалось. Британцы настолько прониклись историей, что вскоре после выхода книги открыли дом отдыха лошадей. В русской литературе есть своя классическая история жизни коня. История холстомера, зафиксированная на бумаге Львом Николаевичем Толстым. Старый и больной Мерин, которого на самом деле звали Мужик Первый, рассказывает другим лошадям в табуне свою историю. Особенно восторжена об офицере Никите Серпуховском, который, собственно, и покалечил коня, загнав его, когда спешил к бросившей его любовнице. К слову, в 2001 году в Сьерра-Леоне была выпущена серия почтовых марок, посвященная шести легендарным коням в литературе, в том числе холстомеру и черному красавцу. В 20 веке на смену коням пришли собаки, а к концу миллениума у писателей обозначились новые домашние любимцы – коты. Британская писательница Энн Файн, придумавшая Миссис Даутфайр, создала также веселый дневник кота-убийцы. Перечень мелких и не очень пакостей написаны от имени кота Таффи, своими повадками, напоминающие современных подростков. Дневник, как и его продолжение «Возвращение кота-убийцы», хорошо издан в России издательством «Самокат». Там, где сюжет немного провисает, ему на выручку приходят забавные иллюстрации. Цикл романов «Кыся» писателя Владимира Кунина описывает озорные и авантюрные похождения слегка забоченного питерского кота по кличке Мартын и точно не предназначен для детей. Мартын – не простой кот, а философ, гедонист и неисправимый плейбой. Недаром в театральной постановке его, Кысю, играет Дмитрий Нагиев. И это уникальная антреприза, которая собирает аншлаги по всей стране вот уже 19 лет, коллекционируя при этом обвинения в пошлости. Наконец, одна из самых интересных книг прошлого года – «Дни Савелия» – дебютный роман писателя, актера, музыканта Григория Служителя с предисловием Евгения Водолазкина и иллюстрациями лауреата русского букера Александры Николаенко. Савелий – дворовой кот-философ, живет на Таганке, старомодно разговаривает, цитирует классиков. Неотделимая от Москвы и литературы, эта история повествует о больших потерях и больших находках. При этом в усатой голове рассказчика нет ни лжи, ни информационного мусора, ни пороков, только влюбленность в мир. Узнаем, что читает коммерческий директор Челябинского аэропорта Дмитрий Мясников. Специфика моей работы предполагает большое количество перемещений, поэтому времени остается мало. Тем не менее, из последнего, вот чему я целенаправленно уделил время, перечитал пикулярно. Практически многие сочинения и немножко другими глазами взглянул на эти произведения. Новинка недели. Одна из самых пронзительных книг конца прошлого века. Роман американца Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Книга, в которой действие происходит в полупародийной версии будущей Америки, обречена стать самой обсуждаемой в ближайшие месяцы. И самый главный вопрос, зачем тратить несколько недель на этот густонаселенный том толщиной в 1280 страниц? Во-первых, Фостер Уоллес писатель великий и почти неизвестный в России. Во-вторых, этот роман первым объявил войну иронии и сарказму и попытался найти новый ориентир в литературе, призвав к искренности без шутовства. Кстати, одной из самых странных привычек писателя было кормление собак изо рта. Они будто целуют тебя, говорил он. Любишь меня? Люби мою собаку. Связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью, считал канадский писатель Эрнст Сеттен Томпсон. Увидимся через неделю. Читайте книги!